Проходящий сейчас шанхайский автосалон порадовал премьерой концепта Audi A6 e-tron. Это предтеча A6 шестого поколения. При том, как уверяют представители четырех колец, шоу-кар отличается от будущей серийной модели на ничтожные 5%. Это значит, что грядущая шестерка окажется лифтбеком, а в ее основе будет лежать новейшая аккумуляторная платформа PPE. Эту архитектуру концерн Volkswagen разрабатывает для крупных и дорогих электромобилей. Также можно сделать предположение, что следующая A6 станет заметно шире нынешней, но по остальным параметрам отличия минимальны. Минималистичный интерьер по Камис представлен только на единственном эскизе. Выставочный лифтбек оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей около 500 сил, поэтому разгон до сотни занимает менее 4 секунд. 100-киловаттной тяговой батареи должно хватить на 700 километров пробега. Также обещаны более простые версии. А вопрос после презентации остался только один. Неужели следующая A6 полностью отречется от двигателей внутреннего сгорания? Ведь под них батарейная платформа не подходит категорически. Как известно, Audi A7 – это стопроцентный лифтбек, то есть хэтчбек, визуально напоминающий седан. Однако по многочисленным просьбам китайской публики для нее разработан четырехдверный седан Audi A7 L. Любопытно, что машине попутно растянули базу, а также приподняли крышу. Интерьер, в который введут безрамочные двери, остался прежним. Пока что представлена единственная модификация – с трехлитровым бензиновым турбомотором, мягкогибридной надстройкой, семиступенчатым преселективным роботом и постоянным полным приводом. Выпускать четырехдверку будет совместное предприятие Saig Audi. Притом, дорогущий импортный спортбек немецкого производства тоже останется. Хотя седан местной сборки должен оказаться заметно дешевле. Между тем, российское подразделение Audi запускает подписку на автомобили. Подходящую машину внутри МКАД пригонят сотрудники каршеринга Белка Кар, но ее эксплуатация разрешена на всей территории страны. Пока что подписку можно оформить только на один год. Притом, арендовать можно одну из семи моделей – от А4 до Ку-8. В зависимости от выбранной машины клиенту предстоит ежемесячно вносить от 68 до 129 тысяч рублей.